На старте почти 50 внедорожников. Отечественные автопромы и иномарки. Надо преодолеть дистанцию более 8 километров. Чернозём в перемешку со снегом. Подъёмы, спуски. Здесь бы остаться в строю. А это получается не у всех. Некоторые машины вязнут. Важно не только, как бездорожью подготовлена техника. Тут водительские навыки выходят на первый план. Пройти трассу нужно на время. Настрой у каждого участника. Это целый экипаж. Боевой. Машина-зверь. Машина-пушка. Она ездит. Везде проедет. Вы что? Главное, как признаются участники гонки, дойти до финиша. В этом году трасса заметно сложнее. Машины некоторые не выдерживают. Я думаю, сегодня много машин уедет на элкуатре. Своим ходом не уедут. Почему? Потому что трасса очень коварная. Там много ям. И такие ручьи большие. Воды много. Гонки в Лукаянском районе вблизи села Большое Мамлеево стали давней традицией. Заезды ежегодно проходят именно 23 февраля. Итак, с 2007 года. В этот раз гонка приурочена к 350-летию со дня рождения Петра Первого. Сейчас к нам уже приезжают не только из Лукаянского района, но и из соседних районов и областей. Очень приятно, что мужчины не только перед телевизором сидят, но и, конечно же, участвуют в настоящих мужских гонках. Главная гонка завершается, но впереди очередное испытание. Буквально совсем скоро начнется этап. Называется он взятие флага. Вот готовы уже участники. И им предстоит как раз штурмовать вот эту снежную преграду. Дальше сквозь снег, по снегу, потом через речку. И нужно будет объехать тоже большой участок. Зрелище довольно такое, ну, опасное с одной стороны, но довольно такое эффектное. К такому готовы не все. Внушительные снежные барьеры штурмуют особенно отчаянные. Надо не только преодолеть преграду, но и первым пройти очередную дистанцию. Техника под управлением профессионалов, кажется, творит чудеса. Одним словом, праздник получился. Каждый из участников гонки зарядился адреналином. А зрители стали свидетелями эффектного шоу. Служба информации Сергей Щеплягин, Ренат Бигбаев.